привет привет мои хорошие не такое предгриппозное состояние но я сделаю все чтоб не заболеть что хотела сказать я хотела ответить на вопрос который часто часто вижу своих комментариях это по поводу моих бровей только в комментариях мне в личку постоянно пишут брови у меня натуральный мои естественные ничего есть менее делала кроме того что как я за ними ухаживают это вот постоянный вопрос ухаживаю я за ними можно сказать не как выщипываю как все но у меня брови обе разной формы как бы я не пыталась сделать одинаковые как бы косметолог не пытался сделать не получается выщипываю я брови подрезаю и все делаю покраску бровей тоже сама когда крашу волосы никогда осветляю корни волос а именно когда наношу краску и все свой цвет бровей у меня где-то на два тона темнее чем и родным чем родной цвет моих волос вот весь уход но я почти через день иногда даже каждый день выщипываю вот эти вот мелкие волосики которые появляются потому что если их оставить хотя бы неделю вот эти мелкие волос волосики вырастают знаете вливаются в кучу тех вот основных волосиков из которых состоит форма бровей и и потом эти мелкие волосики не отличишь поэтому стараясь пока они коротенькие совсем быстро быстро их вытернуть вот и весь мой уход еще вопрос был по поводу детских массажей не помню кто спрашивая за скринила вопрос этот с какого возраста мы начали делать детский массаж и сколько массажем нам сделали моим детям было где-то пять месяцев сейчас скажу точно август сентябрь октябрь ноябрь декабрь нет август сентябрь октябрь ноябрь 4 месяца было моим детям они родились у меня конце июля я мы делали массаж начале декабря по моему начали декабря помню массаж делали четыре месяца было моим детям когда сделали первый курс массажа первый курс массажа у нас был такой легкий расслабляющие всего десять дней проделали каждый день по полчаса где-то тела массажистка второй курс массажа мы сделали где-то через полтора месяца до полтора месяца прошло как первый курс закончили через полтора месяца у нас было 15 сеансов с понедельника по пятницу пять сеансов субботу воскресенье детки отдыхали так посчитала нужным наш массажист здесь который в нам делали массаж он был не такой легкий расслабляющий как тот который делали в дагестане он был более такой интенсивный и не полчаса чуть больше даже времени она иногда и 40 минут делала массаж иногда 50 зависимости от настроения ребенка как ребенок позволял дети у меня капризные очень не всегда позволяли делать массаж особенно сынуля стоимость массажа в дагестане 500 рублей на ребенка стоимость одного сеанс стоимость массажа здесь 50 лир на ребенка тоже одного сеанса особой разницы я не вижу чуть чуть дороже здесь чем-то я буду делать еще два курса массажа детям нового года где-то в начале апреля мы должны начать третий курс вот и весь ответ я надеюсь полностью рассказал еще бывает постоянный вопрос какой витамин d3 я даю детям сейчас я вам покажу я его заказывал на сайте айфер вот он витамин d3 вот такой вот здесь написано сколько чего содержится не могу сосредоточить она на меня почему-то фокусируется камеру вот этот вот витамин d3 вот такой вот 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 сынули дают три капельки дочь и дают 6 капелек сперва я тоже давала три капельки потом проверили наличие витамина d3 когда мы были махачкале ей не хватало я увеличила дозу до 6 капель потом переправили здесь где-то через месяц как я давала по 6 капель все теперь и у нее и у него витамин d3 в организме норме здесь знаете 8 капелек я не знаю как вы объясните так 8 капелек вот наверху там написано вот здесь вот получается 500 к у нас же в российском по моему 500 вот это вот я не знаю как то из единицы измерения называется просто у нас в российском по моему одна капля содержит содержала 500 а здесь 8 капель содержит вот так здесь так написано насколько я поняла и наш педиатр тоже так объяснил детям с рождения до года здесь написано нужно давать 6 капель вот здесь внизу этой информации с года до 12 лет 8 капель вот так вот вот этот вот витамин d3 отдаю еще спрашивают у меня какое железо я давала детям последнее железо которое я давала детям которым я осталась довольна по совету моих зрительниц это был ферлатум фол очень хорошее железо не у нам очень понравилось после приема 10 флакончиков таких небольших было упаковки после приема вот этих вот 10 флакончиков у нас гемоглобин поднялся до нужного уровня вот недавно тоже мы здесь проверяли гемоглобин норме все ответила на самые частые которые последнее время вопрос золечка у нас сегодня готовит супчик супчик постный без мяса у нас он сегодня без мяса без курицы так как у нас есть картошка с мясом там по моему еще рис остался с курицы в сливочном соусе какие-то мы не едоки совсем захотелось жиденького вот завтра поедем скорее всего на пикник куда-нибудь в парк на мангал точнее на мангал будем есть мясо на мангале курочку я больше люблю курочку какую сторону не знаю но наверное какой-нибудь парк поедем состоянии моих детей все полностью они вылечились ничего с ними нет и по поводу очень много было советов и замечание типа я такая мама нехорошая ввожу детей то в кафе это туда-то сюда девочки мои хорошие это вирусная инфекция такая инфекция такой вирус который передается воздушно-капельным путем не только из ручек и из-за грязных столов это все передается почитайте пожалуйста немножко информации что такое ротовирусная инфекция даже человек может быть носителем этого вируса но сам не болит поэтому не нужно сразу ставить на меня клеймо такой нехороший непродуманной невнимательной безответственной мамы не надо так не надо вот на тот момент когда я пришла в больницу в клинику и снимала видео что мы пришли сдавать кал дочь уже была полностью здорово усынули знаете усынули он уже шел на поправку чуть-чуть оставалось но наша педиатра нам сказала пить флагил сироп не давать уже фера фуразальдон так как фуразальдон посильнее она сказал пусть будет более щадящий препарат и я по ее наставлению по ее рекомендации перешла на флагил сыну начала давать флагил в течение двух дней отдавала вы знаете за эти два дня у него стул стал таким же каким был в начале вчера и сегодня я перестала вчера и позавчера по моему я перестала давать этот флагил и опять вернулась фурацелину все мой ребенок выздоровел это к тому что нужно слушаться только врачей и только врачей да конечно нужно слушаться врачей у каждый ребенок его организм индивидуальный и только мама по моему может почувствовать какое лечение ему больше подходит не знаю все что можно было я сделал я посоветовалась с педиатром не анатологом который выхаживал мою дочь прежде чем давать фурацелин естественно я просто так сама с балды его не дала посоветовалась с другим педиатром русскоговорящим и вот 3 педиатра была которая местная здесь у нее тоже спросила она разрешила давать тоже фурацелин все три педиатра разрешили нам давать фурацелин только потом я выдала и ту дозировку которую нам сказал мне сказала 50 я сама с балды ничего детям не даю я вообще противник просто так печка детей лекарствами смех так как я уже повторюсь я поняла что это бесполезное лекарство я его точно выброшу это абсолютно ненужная вещь единственное что она делала это делала смесь детей сладким вот флагил тоже сыну моему абсолютно не помог стало стало только хуже стул вернулся в то же состояние какой было первые дни инфекции еще раз повторюсь данный момент детские мои полностью выздоровели спасибо тех тем кто переживал и спасибо тем кто просто писал нужные мне советы кстати были совет по поводу ромашкового чая да я пробовала давать ромашковый чай наши же педиатр нам посоветовала противомикробные противовоспалительные и так далее и не дают организму обезвоживаться но мои дети плевались этим чаем его не пили абсолютно нет мне проще было просто водичку давать просто водичку они пили знаю еще про гранатовые корки тоже но мне кажется им пока еще рановато гранатовые корки да и не стали бы они пить этого горький настои это наверное детям постарше все высказалось закрываюсь на этом берегите себя своих близких своих деток здоровья всем не болейте пока